Добрый день! В эфире программа «Капитал» и я, ее ведущий, Андрей Верников. Сегодня у нас в гостях председатель Совета директоров инвестиционной группы «Норд Капитал» Яков Шляпошник. Яков, в хором говорим. Наверное, потому что мы с вами сработались, когда была предыдущая передача, про структурированные продукты. Да, было интересно. Были хорошие отзывы, поэтому предлагаю немножко углубить, как говорил Габачев, тему и поговорить про алготрейдинг. Хорошо. Давайте. Я честно говорю, я вам честно признаюсь, я не очень сильно продвинутый человек, особенно в истории этого вопроса. Давайте расскажем, что это такое, во-первых. Ну, прежде всего, я расскажу немного более глубоко. То есть, не стоит забывать, что управление активами – это такая же услуга. То есть, это не вещь в себе, а это услуга для людей, чтобы они могли заработать, а не наоборот, что люди для того, чтобы существовало управление активами. Поэтому это такой же сервис, и во всех других сервисах, скажем, продажа воды, банкоматы, человечество продвинулось и вводит новые технологии. Те же банкоматы, айфоны, компьютеры. Если мы возьмем классический подход к управлению активами, то там со времен первых швейцарских банков за 300 лет мало что поменялось. Классические портфели акций и облигаций, ручное управление, высокие комиссии. Из-за этого к инвестбанкирам, к управляющим довольно плохое отношение со стороны клиентов. Потому что клиент, он все-таки требует дохода и не хочет много за это платить. Поэтому такие явления, как структурированные продукты, алготрейдинг – это, по сути, новая передовая технология в управлении активами. Ну а в чем она заключается? Алготрейдинг – это формализованные алгоритмы торговли, которые заложены в роботы. Алготрейдинг бывает двух видов – полностью роботизированный или робот-плюс управляющий. То есть, когда робот контролирует, мониторит постоянно состояние рынка и подсказывает управляющему, что ему нужно делать. В этом огромный плюс, как мы считаем. Во-первых, сами знаете, просадки по стоп-лоссу. Многие управляющие не соблюдают стоп-лосс. Это большая проблема для руководителей компаний. А вдруг оно пойдет вверх? А я не хотел продавать. Эмоции, да? Это плохое настроение. Это там обеды. Робот работает все биржевое время. Сколько идут торги. И там заложены очень серьезные алгоритмы риск-менеджмента. Поэтому мы считаем, это действительно новая технология. Алгоритмы появились в России достаточно недавно. Сперва они появились на рынке Форекс. Потом они пришли с развитием биржи Форц на ММВБ. Пришли на акции и на деривативы. Роботы невозможны пока в бандах. Понятно почему. Но в деривативах на акции, на коммодите, на индексы активно используются. Вы говорите, что консервативные люди, идеологии идут медленно. С другой стороны, человек приносит вам в компанию, допустим, 600 тысяч долларов. Ему хочется поговорить с живым человеком, посмотреть ему в глаза, а не давать какому-то роботу непонятно. Дело в том, что робот – это самая низшая ступень современного риск-менеджмента. Я вам так скажу, что сейчас шесть уровней риск-менеджмента современных финансовых компаний. Я могу о них подробно рассказать. То есть первый уровень – это, собственно, робот, алгоритм, который смотрит, что на рынке и делает прибыльные сделки. Второй – это управляющий. У нас у каждого робота нет безымянных роботов. Есть авторы, которые свои идеи дали программистам и физикам-теоретикам для написания роботов. Третий уровень риск-менеджмента – это начальник фронт-офиса. Четвертый уровень риск-менеджмента – это служба риск-менеджмента, которая мониторит тоже ежечасно состояние. Пятый уровень риск-менеджмента – это правление компаний, которые еженедельно смотрят результаты. И шестой, последний – совет директоров, которые смотрят квартально. То есть это еще одна ступень, чтобы снизить риски клиента. Слушайте, мы, я чувствую, так загрузили телезрителей. Вы скажите, вот сейчас закончился первый квартал, какая доходность вообще? Ну, у самых рискованных алгоритмов доходность 120 и 200 годовых. А дроудаун какой? Дроудаун был до 10%, но у них мы заявляем максимальный дроудаун 25%. Это рискованные алгоритмы. Но вот один очень успешный за прошлый месяц показал, у нас робот стоит на Чикагской фондовой бирже, 25 абсолютных процентов за март. Но это, конечно, случайность. Я так скажу, что ориентироваться нужно на доходность 70-120 годовых по году. Это самые рискованные. Более пассивные стратегии где-то 25-40 годовых приносятся. Ну, там не такой высокий риск. Там максимальный дроудаун 5-6%. Ну, при таких доходностях, я думаю, что инвесторы должны просто слетаться, как пчелы на мед. Да, эти продукты пользуются популярностью. И, ну, действительно, их очень сложно объяснить. Но, скажем, люди, которые имеют опыт, у нас часть роботов уже больше года работает. В общем, людям нравится, клиентам нравится. Главное, мы достигаем цель. Мы зарабатываем деньги, и клиент за это немного платит. Ну, вот я вот скажу по самому опыту, чтобы пришел новый клиент в компанию, нужно две вещи. Либо харизма салза, либо это бабушкин язык. То есть один довольный клиент привезет другого довольного клиента. Абсолютно верно. В общем, я думаю, что, в общем, если у вас так все хорошо идет, я так стучу по этому столу, плага он не пластмассовый, то, в принципе, у вас достаточно интересная перспектива. Ну, давайте поговорим, как это будет все развиваться. Как это будет через 5 лет, вы считаете, через 10 лет, куда это уйдет? Вы знаете, существует два сценария возможных, как это будет развиваться. Вот сейчас последние очень серьезные дебаты в Европе. В Европе хотят очень сильно ограничить роботизированную торговлю, сертифицировать буквально алгоритмы. Понятно, что это в некоторой мере абсурдно, но человек быстро нажимает на клавишу или робот. Как это могут регуляторы понять? Но есть мнение, что после ошибки в мае, которая была прошлого года, в Европе, в Америке хотят это чуть ли не запретить. Да, и выходят от хивидомостях, а вот высокочастотные какие-то, что сдают позиции, а народ-то не понимает. Вот я поеду в регион, и скажут, роботы сдают позиции. Там слова высокочастотные нет, выкинут, скажут, вот. Понимаете, я вам так скажу, вот с появлением калькуляторов люди-то не исчезли, калькуляторы сами не считают. Я просто, я лично думаю, что это явление будет развиваться, и это помощь управляющим. То есть, первый, это негативный сценарий, что зажмут просто регуляторы. Да. Второй, это будет какой-то более-менее позитивный сценарий, то есть, установятся правила игры, так же, как биржа. Она появилась, и многие против, а для чего это нужно, для чего нужны деривативы, а давайте запретим. Но как это можно запретить? Как можно запретить рынок? Поэтому я считаю, что эта технология будет развиваться, и нельзя на нее смотреть, как вещь в себе. Там, это не терминаторы какие-то, которые заменят людей. Это просто, ну, калькуляторы, компьютеры в помощь людям, чтобы управлять активами. А вот кто-то смотрел, какая доля биржевого оборота? В России еще очень низкая, в мире 70-80%. 70-80%. Потому что у нас есть, у меня есть знакомый Арсен Яковлев, он говорит, что до 90-х, я так на нее смотрю, недоверчиво Америке, я думаю, не могу. 70-80%. 70-80%. Но вы помните, что было на два часа, когда опустили индекс Standard & Poor's в мае прошлого года, по-моему, на 10%? Это, на самом деле, послужило отправной точкой всем задуматься, регуляторам в Европе и в Америке, что с этим явлением делать. Я считаю, у нас пока мало представлена роботизированная торговля, сейчас, так сказать, пик интереса к ней. Я вам так скажу, хороший алгоритм вводить в производство, как мы это называем, два года. То есть это огромное исследование, у меня 15 человек уже этим занимается. Ну, а как же вы будете вводить, если рынок меняется постоянно? Будет ли он работать на следующем периоде? Вы знаете, алгоритмы работают на неких характеристиках рынка. Например, не важно, сколько индекс РТС, важно, например, какая волатильность или какой тренд на рынке. Но если будет все время трендовый и бестрендовый, трендовый и бестрендовый. У нас есть роботы, которые созданы для боковых трендов, они продают волатильность и зарабатывают, собственно, продажи волатильности. Когда есть тренды, более успешные роботы, которые используют моментом движения. Причем бывают там часовые моменты, бывают двух-трехнедельные, то есть совершенно разные алгоритмы. Вот интересно вопрос, приходит к вам клиент, и, наверное, вот есть какие-то продукты, которые вызывают сейчас наибольший интерес. Вот наибольший интерес у нас вызывают две стратегии, это диверсицированные фьючерсы и глобальные диверсицированные фьючерсы. Они у нас на сайте полностью описаны. Это роботы, которые работают на фьючерсах на чикагской бирже и на фьючерсах на комодити на бирже Форц. Это очень интересные, рискованные стратегии, но достаточно высокодоходные. Ну, давайте теперь капнем каплю дегтя в эту бочку меда. Скажите, остается 30 секунд буквально, какие трудности основные? Трудности с регулятором, не все разрешено покупать в российском ДУ. Огромные трудности с бэк-офисом. Мы предвидим через год миллион сделок в день, нужно будет учитывать. Мы сейчас создаем новую IT-платформу, поэтому входной билет достаточно высокий. Какой? 500 тысяч долларов. Ну, мы предлагаем начать со 100, но нужно, конечно, в определенное время довести до 500. И трудности с объяснением. Понимаете, когда у всех дисковые телефоны, а ты продаешь айфон, это очень тяжело объяснить. Я понимаю. Все, спасибо большое. Мне было, на самом деле, очень интересно. Надеюсь, что будет интересно и нашим телезрителям. Еще раз спасибо, что пришли. В гостях у программы «Капитал» был представитель Совета директоров инвестиционной группы «Нордкапитал» Яков Шляпошник. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok